приветствую друзья я виталий портник в лондоне говорят о возможности изменения британского законодательства таким образом чтобы облегчить возможность принятия санкций против российских финансовых учреждений и лиц которые поддерживают олигархически криминальный режим российского президента владимира путин такие действия могут стать частью эффективного санкционного механизма направленного на ответ россии в случае ее нападения на украину и на демонтаж самого олигархического режима который сегодня представляет несомненную угрозу цивилизованному миру министр иностранных дел великобритании лиц трасс даже не исключила возможность конфискации недвижимости российских олигархов которые в последние десятилетия превратили лондон в свою резиденцию и об этом уже достаточно много сказок конечно сейчас будут говорить о том что на самом деле российские олигархи не влияют на режим владимира путина что это путинский режим диктует условия российским толстосумом но я не был бы столь категоричен во-первых мы должны понимать о том как к сплелась российская олигархия с российским государством по сути после прихода владимира путина к власти окончательно был оформленный режим выгодный тем кто наживается на своей близости к государственному аппарату в обмен разумеется за не вмешательство олигархов 1 еще ельцинского призыва в большую политику однако с условием их очевидной лояльности режиму владимира путина ведь те кто эту лояльность не проявил борис березовский или владимир гусинский или михаил ходорковский оказались за рамками путинского олигархически криминального механизма вместе с тем стоит напомнить и о том что именно российские олигархи создавали тот режим который сейчас угрожает европе и армия которого готовится вторжению в украину именно согласие российских олигархов с тем что они поддержат бориса ельцина в стремлении российского президента баллотироваться на второй срок по сути стало условием для оформления режима который в ельцинские времена называли семи банкирщины сейчас говорят что никаких альтернатив этому олигархическому решению не было иначе во главе россии стал бы коммунистический лидер геннадий зюган но это полная чушь потому что могла появиться другая альтернативная и ельцину и зюганову кандидатура и если бы не было бы массированной поддержки ельцина в олигархических медиа если бы российского президента такая поддержка не было бы гарантированно то возможно семья бориса ельцина задумавшиеся тогда о своем будущем не стремилась бы к переизбранию тяжело больного человека буквально через несколько месяцев после подтверждения своих полномочий оказавшегося на операционном столе на следующий срок и не возникло бы необходимости срочном поиске преемника ельцина которым в результате оказался в движении чекистских и олигархических кланов владимир путин ведь стоит напомнить что большая часть близких престолу олигархов и так называемых государственных олигархов которые свое благополучие сколотили за счет участие в государственных кампаниях как раз и выступала за то чтобы власть в россии была передана от ельцина путин именно передано потому что никакой реальной модели честных выборов главы государства в россии так и не появилась единственными конкурентными выборами о которых мы вообще можем говорить остаются выборы 1991 года выборы еще президента рсфср они демократической россии у жителей российской федерации нет никакого опыта участия в реальных демократических процессов потому что последний раз они участвовали в этих процессах в 1991 году а потом был 1993 год вооруженная конфронтация президента россии со съездом народных депутатов российской федерации и построение той самой управляемой демократии а если быть честным авторитаризм который сейчас угрожает миру и этот управляемый авторитаризм как раз и базируется на неспособности российских граждан вспомнить хотя бы что такое демократический процесс у жителей россии в отличие от жителей украины или грузии я уже не говорю о жителях стран центральной европы или запада просто нету понимания что они отвечают за собственную страну что они способны кого-то избирать что они способны влиять на политический курс собственного государства россия благодаря вот всем этим толстосумом которые в свою очередь не хотят в ней жить покупает недвижимость в лондоне учат своих детей соединенных штатах отдыхают во франции остается государством крепостных которым правит добрый или злой барин крепостные согласны согласиться с любой властью которая на этот раз исходит не от бога от криминального авторитета и лубянки так вот возникает очень простой вопрос почему олигархи не должны нести за это ответственность перед цивилизованным миром если они уж там расположили свои капиталы почему их имущество не должно быть конфисковано почему их наследники не должны лишиться возможности этим имуществом распоряжаться но в конце концов если люди ограбили россию это не означает что они должны комфортно жить на награбленные деньги в цивилизованном мире да еще и передавать эти деньги по наследству нет так быть не должно и если на этот раз у цивилизованного мира хватит воли возможно мы увидим ситуацию как эти люди будут лишаться всей своей собственности которые они пытались спрятать на западе и это станет важным условием для изменений в самой россии в будущем после неизбежного краха режима владимира путина и чекиско криминальной группы которая установила власть над страной последние десятилетия я конечно думаю что это будет еще и время нравственного оздоровления потому что даже в таких странах как украина продолжает прибегать к услугам все тех же российских олигархов и будет весьма удивительно если на западе начнут конфисковывать имущество этих людей а в киеве они будут продолжать участвовать важных государственных проектах таких как строительство мемориального комплекса в бабе миру или будут продолжать финансировать музыкальные фестивали во львове жители которые так гордятся своей неспособностью поддаваться на давление российской пропагандистской машины но это нравственное оздоровление не отделимо от необходимости конфисковывать авуары тех кто прямо причастен к созданию и функционированию преступного режима в своей собственной стране спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписывайтесь на мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти проекты удачи